Как только Дэнни увидел ребят в интернете, он сразу же решил, им нужно привезти конфет. Мальчику всего три года, и он еще думает, что если человек болеет, то это ненадолго. И чтобы выздороветь, нужны просто пара дней и хорошее настроение. Он меня спросил, а если они получат конфетки, у них вырастут волосы? Мы скажем, конечно же. Конфетки им очень помогут. Да, сэн? Они обрадуются? Потому что всем детям нравится конфет. Вам нравятся конфетки? Да, Дэнни тоже любит очень конфеты. Дэнни ведет себя очень вежливо и доброжелательно. Все конфеты сам дарит каждому из 30 маленьких пациентов. Со всем крохом помогает открыть подарки. Успел и сам получить сюрприз и поиграть с семилетним Ваней. Только хвост надо ставить. Вместе с мальчиком в больницу приехали волонтеры из Москвы. Привезли гостинцы из разных стран. Акция, благодаря которой Дэнни приехал сюда, находит отклик в сердцах неравнодушных людей. Приехал наш друг из Швейцарии. Он отправил швейцарский соколад. Отправили из Белоруссии. И еще будут поступать из-за границы. Потому что эта акция, на самом деле, она только-только началась. Конечно, говорят волонтеры, призыв поделись конфеткой не значит, что детям нужны именно сладости. Юные пациенты, которые проводят в борьбе за жизнь многие месяцы и даже годы, ценят любое внимание. Любой подарок, я думаю, помогает в здоровье. То, что поднимает настроение. Папа Дэниэля Кенни по-русски не говорит. Но сейчас все понятно и без перевода. Он очень переживает за детей. И их родителей считает настоящими героями. А еще гордится сыном. Он хотя и маленький, но уже по-настоящему умеется переживать и помогать людям. Евгения Панарина, Алексей Ткачев. Новости дня. Продолжение следует.